Краткое содержание предыдущих серий. Телекомпания ТВ Нева, решив помочь зарождающемуся в России фермерству, открывает в эфире необычный телевизионный магазин. Выясняется, что у нас уже есть благополучные фермеры, готовые начать поставку своих натуральных продуктов в настоящий магазин. Ясно, что идея изобилия близка всем, и движение в поддержку фермеров приобретает все больше размаха. Под видом некой Сонни из Одессы появляется Клара Новикова, чтобы сказать «Я с вами». Однако управляющий принимает это исключительно на свой счет. Тогда хозяйка объявляет, что в магазин приглашен самый шикарный мужчина. К всеобщему изумлению, сама хозяйка и законодатель мод Вячеслав Зайцев открывают в эфире международный конкурс под девизом «Фермерский стиль». Управляющий, пытаясь спасти свой престиж, сообщает, что скоро здесь появится лунный фермер. Ой, вы знаете, что-то мы в нашем телевизионном магазинчике так заигрались, что в ролях своих просто запутались. Ну еще бы. Сама напридумываешь, навыдумываешь сценарий, бог знает что. То шляпка, то лукошка, то Соня, то Клара, то шикарный мужчина, то какой-то лунный. А потом сама же во все это верить начинаешь. Я уж про других не говорю. Вы знаете, тут действительно все так запуталось в нашей жизни, что я теперь сама не пойму, где Тамара Максимова, а где хозяйка этого телевизионного магазина. Ну вот скажи, скажи на милость, вот в этой новой шляпке ты кто? Ну конечно, Тамара Максимова. Да? А тогда я кто? А ты? Ты мой управляющий. Ну хорошо. Тогда я тебе сейчас такое письмишко прочитаю, сразу поймем, на каком мы свете находимся, и все на свои места встанет. Вот. Подожди, я тогда поближе к лапсику встану, чтобы он с меня сразу отрицательные эмоции снимал. Готово? Готово. Ну тогда слушай. Так. Что-то вы от окружающей действительности совсем оторвались. О ценах не говорите. Ой, не говорим. Фермерские проблемы не решаете? Ой, не решаем. И кому только эти магазины, где ломятся прилавки, нужны? Это не про нас и не для нас вовсе. А что же для нас интересно? Грязные немытые овощи на прилавках или мясо сваленное в кучу по сумасшедшей цене? Вы знаете, вот я совершенно не понимаю, почему элементарно нельзя овощи и фрукты вымыть, а мясо разложить для нас покупателей, ну хотя бы так, как в нашем телевизионном магазине. Да ты погоди пока, не комментируй. Ты дальше слушай. Придумали себе красивую жизнь на экране из светлого будущего и хотите нас всех в эту игру втянуть? Ой, как хотим. Вы знаете, даже скрывать не стану. Потому что считаю, что вот вся вот эта игра в наше будущее, это репетиция нашей будущей жизни. Потому что если мы не будем моделировать ее сейчас хотя бы с помощью телевидения, я думаю, наши дети не увидят ее вообще никогда. Ну хорошо еще, что в реальной жизни нам уж слишком фантазировать не приходится, потому что, слава богу, есть уже люди, которые мечту в действительность превратили. 50 гектаров земли над песчаным каньоном. Типичная американская ферма. Коза здесь родом из Новой Зеландии, а козел Билл, так тот прямо из Австрии. Хозяин фермы Вячеслав Николаевич Брусов весь мир объездил и решил у себя в Подмосковье устроить все не хуже, чем в Америке. Брусовы – профессора в фермерском деле, а сын их – Роман. Теорию биохимика с успехом на практике применяют. Потому и ферма у Брусовых такая уникальная. Не устают Брусовы своим козами-овечкам удивляться. И одевают о них своих хозяев. И кормят. А недавно... Нам удалось получить из козьего молока удивительный продукт. Он очень близко напоминает пиво. Великолепный продукт. Нежный, мягкий. Вот мы посылаем бутылочку этого продукта управляющим вашего магазина. Пивка козьего не хочешь? Ну просто американская мечта в российском варианте. А у меня, между прочим, своя американская мечта есть. Видел? Ни за что не догадаешься, где это выросло. А где? А вот в самом центре Сан-Франциско у госпожи Шерон Пеннинсон. Кто поверит, что в Сан-Франциско, в этом оазисе цивилизации, любимым занятием жителей является выращивание редиски. И не где-нибудь, а на собственной грядке. А между тем, оказывается, это совсем не прихоть, а дань традиции, которая и сегодня следует Международный Центр Гражданских Инициатив и его президент госпожа Теннинсон. Это началось в моей стране во времена тяжелого кризиса. Может быть, даже более тяжелого, чем сейчас испытываете вы в России. Тогда, в 40-е годы, президент Розвельт сказал, «Мы – великая нация, поэтому каждый должен помочь сам себе». Американцы, везде, где есть клочок земли, выращивайте любые овощи. И все горожане стали сажать лук, огурцы, помидоры прямо на своих подоконниках и на балконах. С тех пор жители больших городов Америки не представляют себе жизни без своих маленьких садов и огородов. Такие маленькие сады и огороды могут появиться и в городах России. И первым будет наш Санкт-Петербург, где Шерон Теннинсон собирается начать свой эксперимент. Извини меня, конечно, но, по-моему, это напоминает скорее не просто мечты, а какие-то сказки дядюшки Римуса. Причем здесь дядюшка Римус? Разве это кролик? Это, по-моему, редиска. А что, и кролик тоже американский будет? Что-то из твоего сценария я этого не понял. Ну, понятно, как ты мои сценарии читаешь. Если ты дядюшку Римуса с тетушкой Шерон перепотал. А она, между прочим, предлагает нам в Петербурге такой интересный эксперимент провести. Вот только не знаю, согласитесь ли вы, горожане, в нем участвовать, потому что нужно фермерством в нем заниматься на своем балконе или газоне. Ну, не знаю насчет балконов и газонов, а вот в пригороде на шестисотках такие фермеры давно уже есть. Я вас сейчас с одним из таких познакомлю. Для начала предлагаю сосчитать всех членов этого необыкновенного семейства. А теперь разделить на шесть соток. Что получится? Получится, что Николай Васильевич Круглов – личность выдающаяся. Дорогие друзья, я хочу сказать вам, что в наше тяжелое время, даже на таком маленьком участке земли, как шесть соток, можно даже поддержать себя и даже больше сделать. Вот, можно иметь на своем участке вот такие яйца, вот такие огурцы, вот такое даже молоко, но это не коровье, это костье, и таких цыплят. И все это на шести сотках. Ой, нам бы с Лапсиком хоть две сотки на двоих. И чего бы мы только тогда не напридумывали. Посадили бы помидорчики, огурчики, редисочку. А что, разве Лапсик у нас вегетарианец? Что-то я не замечал. Впрочем, погоди, тут и я думаю, что он у нас все время цветы жует. Коленька, вегетарианка это я, а для Лапсика бы развели козочек, овечек, курочек, гусочек, но только таких, как я у фермера Гусева видела. Вот там чудеса, так чудеса. Не просто куры, а орловские ситцевые. Не просто гуси, а китайские да итальянские. Не просто кролики, а калифорнийцы и шиншала. Ну а этот, черный-шелковый, собственное изобретение Дмитрия Яковлевича. Видно, особый дар у него тайны природы разгадывать. Я нашел себя в этом занятии. Занятие дает ощущение свободы. Свобода не по времени, не по пространству. Но я абсолютно свободен в своих, ну вы простите высокое слово, творческих планах. Кто появится на ферме у гусевых этой весной, пока неизвестно. Но для хозяйки Татьяны Игоревны это все равно таинство. В общении с природой женщина расцветает. С рождением каждой новой жизни женщина как бы рождается вновь. Ты знаешь, по-моему, тебе пора срочно менять образ жизни. А то ведь ты у нас, бедняжка, все свое время проводишь. То за прилавком, то за письменным столом. А Татьяна Игоревна, ох, как права. По-настоящему женщина расцветает только в общении с природой. Нет? А что, я сегодня так плохо выгляжу? Ну вот я же говорила, что эта шляпка мне, ну абсолютно не идет. А ты заставил меня ее одеть. Тамарочка, при чем здесь шляпка? Главное, что под ней. А что под ней? А под ней у тебя уже, по-моему, кислородное голодание началось. Что ты придумываешь, Коля? Ну, положим, это не моя обязанность придумывать, а твоя. А ты с ней в последнее время, по-моему, уже окончательно перестала справляться. И это я тебе заявляю не как твой управляющий, а как артист Николай Поздеев, которому больше не нравится такие роли играть, в которых в одной серии людям с экрана что-то объясняешь, а в другой же приходится делать вид, будто бы ничего этого не было вовсе. Ну да. Что ну да? Не понимаешь? Нет. Тогда объясни мне, пожалуйста, где мой лунный фермер, которого я, по твоему сценарию, должен был сегодня в наш телевизионный магазин привезти? Да может, люди неделю покоя не знали? Может, меня неделю спрашивали, какого он цвета, желтый или голубой? Кулечка, не волнуйся. Ты должен знать все. Лунный фермер может появиться только тогда, когда наступит полнолуние. Ну и что? А сегодня, сегодня может появиться только его знак. Слушай, а он настоящий? Что-то наш лапсик на этот знак никак не реагирует. Главное, Куренька, чтобы ты прореагировал. Понял, понял. Рассказываю. Мне ли не знать, о чем любой актер мечтает? О главной роли, конечно. Так и с Игорем Николаевичем Михайловым было. С кем он только не снимался, но все в эпизодах. Решил тогда Михайлов сам для себя главную роль найти. Многое перепробовал, пока свое собственное открытие сделал. Придумал, как обыкновенного кролика в акселерата превратить. С тех пор Игорь Николаевич в главной роли, роли изобретателя. Специальную мини-ферму изобрел. А ферма его давно доход дает. Кролики здесь есть могут сколько хочется. 80 раз в сутки. И для этого все на ферме приспособлено. Поэтому кролики растут здесь в три раза быстрее, чем в обычных условиях. Хозяин на такой ферме появляется раз в неделю. Ферма «Автомат». Она работает без участия человека. Михайловские кролики-акселераты прекрасно себя чувствуют. Глазки-то вон как блестят. А это добрый знак. Смотри, как этот знак в нашем телевизионном магазинчике смотрится. Ты знаешь, я думаю, нужно у фермера Михайлова срочно клетку покупать. Тамара, да я думаю, для него главное, кто его идею реализовать сможет и его изобретение на поток поставить. У кого такие возможности есть, срочно в наш телевизионный магазин звоните. Конечно, можно не только звонить, но и письма писать. Только, пожалуйста, пишите медленно. Я быстро читать не умею. А вообще, знаете, письма так долго идут. А еще дольше. Вы знаете, посылки с образцами, которые фермеры хотят выставить на прилавке нашего телевизионного магазина. Ну, правда, есть и другой способ, с помощью которого можно нам, горожанам, фермерские достижения с экрана показать. Привет вам из Подмосковья. От соседки Александра Плохоцкого. Что, не слышали про такого? А пора всем на этого замечательного мужика поглядеть. Ведь он таких кур разводит, что из иностранного посольства к нему за яичками для званых обедов приезжают. А все потому, что курочки для Александра Плохоцкого, как дети родные. Каждую кормят только чистым продуктом, без всякой химии. Скоро курочек на ферме 6 тысяч будет. И одна из них просто на удивление. Рекордсменка Дуська. За прошлый год от нее получено 293 яйца. Каждый, кто захочет иметь такую, может ее приобрести. Мы дарим ее в вашему магазину. Слушай, это что, еще один знак лунного фермера? Коленька, ну ты невнимательный, тебе же сказали, что это дусенька. Дусенька, лапсик, смотри, какая дусенька. Теперь у нас с тобой каждое утро на завтрак будут свежие яйца. Тамарочка, лапсик как больше любит в смятку или в мешочек? Только он любит вкрутую. А вот я люблю омлет по рецепту моей прабабушки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ах, лапсик, как я тебя понимаю. Я ведь курочкам, брат, и сам неравнодушен. Скажи, какие среди них красавицы есть, а? Ой, Коленька, я помню, как во второй серии я тебя по сценарию отправила в курятник. И я помню, как петух на тебя там смотрел. Ты знаешь, вот я бы ни за что на твоем месте не хотела оказаться. Тамарочка, да я думаю, что тебе и ни к чему. А вот фермеров, которые в своем хозяйстве хотят курочек необыкновенных завести, я в одно интересное место приглашаю. Только у нас самые грациозные и элегантные. Падуаны. Родина Италия, город Падуя. Рекомендуется модельная стрижка хохолка. Брама Светлая. Родина Америка, долина реки Брамапутра. Прекрасная наседка и заботливая мать. Орловская Ситцевая. Родина Россия, поместье графа Орлова. Отлично несется при 30 градусах мороза. А теперь, внимание, дар богини науки. Пушкинская полосата-пестрая. Дипломант ВДНХ, 230 яиц в год. Все это только в Институте генетики животных, который на призыв «Кто с нами?» откликнулся и для фермеров такой сюрприз приготовил. Кольенька, ты знаешь, по-моему, с курочками у нас в этой серии просто перебор вышел. Это ты мне говоришь? А кому же? Ты эти претензии, пожалуйста, к себе самой предъявляй. Ты же у нас сценаристка. Но ты же мой управляющий. Да, это правда. Вот хоть с управляющим тебе повезло. Смотри, какой он тебя заботливый, внимательный за 3-9 земель в командировку отправился, чтобы только престиж этой серии не уронить. Сразу за деревней Веснино райский уголок. Пахнет там дымком, лесным воздухом, да уютом деревенским. Куда ни глянь, всюду домовитость и основательность чувствуются. Хозяйка Нина Борисовна любую работу словно играючи делает. И так ладно, так красиво у нее все получается. И хозяин Николай Александрович на все руки мастер. А дети их, и большие, и малые, этой божественной радостью жизни до краев переполнены. Не верится, а ведь Беспаловы тоже с нуля начинали. С чистого поля. Но здесь, на свободе, чем семья больше, тем жить легче. У Нины Борисовны теперь душа спокойна. Можно и про бабушкины пироги вспомнить. Да ведь собственную пекарню имела. И талант свой, видно, по наследству в лучке передала. Сейчас вот тесто подойдет. Печку закрою. Пирожков напеку. И с творогом, и с капустой, и с черникой. И вас угощу. Боже мой, неужели это Нина Борисовна? Ты посмотри, Нина Борисовна, это не с пустыми руками. Что на рынке, что в гостях. И все, прийди. Да. Пробуйте. Чай с пирогами, со сливками, пожалуйста. Нина Борисовна, вот скажите, что вы всем горожанам хотите сказать от имени фермеров? А для горожан, я бы сказала, мы для вас со всей душой и творог, пожалуйста, и сметаны, и молоко. Мы вас зальем молоком. Ну, вы только помогите нам. Дайте нам оборудование, на котором работать. Ну, вы знаете, вот что пишут нам? Все это хорошо, Фермерство, но уж больно дорого. Мы бы намного дешевле сделали. Ну, дайте вы нам механизацию, не можем же мы вилами-то лопатой накормить. Будет механизация, мы будем давать больше, дешевле. И все высокого качества. Ой, Нина Борисовна, ну, спасибо вам, просто не знаю какое. Так все здорово, так нам нравится. Ну, а вам-то у нас как? Ну, у вас, знаете, тоже очень понравилось. Скорее бы у нас были такие магазины на каждом углу. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ